Всем привет! Сегодня 8 июня, Московская область. Видео хочу начать вот с такой красоты. Это декоративный лук. Вы посмотрите размер шапки и цвет. Больше моей руки. Этот лук называется аллигатор. Вот в этом году будет как два года. Я его сюда высадила, поэтому в этом году мне нужно обязательно его выкопать, чтобы головка не мельчала. Мне кажется, даже в прошлом году были еще крупнее. Посмотрите, какой стебель, как толстый пруд. Очень красивый лук. А сейчас я вам хочу показать свои теплицы, что там растет. А эта теплица стеклянная, перечная, огуречная. Три грядки в этой теплице. По краям я высаживала сладкий перец. Посередине у меня растут огурцы. Перцы хорошо выглядят. Уже с перчинками вот с такими. Каждый куст уже с перчинками. Так, я вам сейчас скажу, когда высажена. Значит, посеяла я их 14 февраля, вынесла сюда в теплицу 10 апреля, а высаживала в теплицу 4 мая. Баклажаны я сеяла 14 февраля. Вот, смотрите, каждый куст, на каждом уже есть перец. Абсолютно на каждом. Вот, все в перчинках. Это базилик тоже. Значит, грядки у меня замульчированы. Здесь внизу конская подстилка, и сверху я уже укладывала два раза скошенную траву. В этом году мульчирую так. С этой стороны тоже сладкие перцы. Это у меня осталась рассада лука эксибишина. Вот сегодня буду его высаживать. Тоже весь на перчинках. Ну, у кого нету, ну, уже есть завязи. Тоже базилик здесь между перцами. Здесь по краю лук. Надо его срочно будет уже вытаскивать, потому что зацветает. Это лук на перо. Я высаживала выборок. Вот тоже все в перчинках. Перец, в принципе, хорошо выглядит. Тоже везде я высадила базилик. Карамельный. Так, посередине грядка это с огурцами. Я здесь высаживала 8 кустов огурцов. Это все гибриды. Такие профессиональные. А по краю я высаживала рассадой это салат. Вот этот салат называется мешутка. Видите, он необычного цвета. Такой свекольно-зеленого цвета. Отличный салат. Вот кто не высевал мешутку, обязательно посейте там. Или в этом году еще можно посеять. Или на следующий год, как вы хотите. Именно рассадой. Вот просто посеять вы никогда не вырастите вот такую розетку салата. Это, сейчас я вам скажу, это одна розетка. Представляете, это один куст салата. И что хорошо, вот этот сорт мешутка, он не горчит. То есть, если он у вас полежит в холодильнике там один или два дня в пакете, допустим, обычно салаты какие-то вот сорта, многие даже сорта, они начинают горчить. Вот этот салат нет. Он у меня даже один раз в холодильнике завял и горечи вообще не было. И выращивать, конечно, салат рассадой, это просто великолепно. Я вам сейчас покажу. Вот сорвала. Это один кустик салата. Смотрите, вот он. Один. Представляете, из одного маленького семечка вырастает вот такой кустище салата. Вы никогда так не получите такой салат, когда будете просто сеять и не рассаживать его. Это вот рассада выращен. Представьте. Вот. Допустим, давайте я сорву. Сейчас утро, 7 утра. Я каждый день срываю салат. Вот, смотрите. Это выращено, посеено сначала в ящик общий, а потом я из этого ящика рассаживала каждый саженец вот отдельно, на расстоянии. И такие вот розетки вырастают, как в магазине. Вот по такой розетке я седаю каждый день. По такому одному кусту я одна. Представьте. А у меня здесь этого салата было просто вот по краю грядки с двух сторон я высаживала. И еще соседей угощала. Вот представьте, какое количество салата. Здесь одного пакетика, если купить, хватит на 4 семьи. Если рассаживать, если именно рассады выращивать. Так, насчет огурцов. Вот они, мои огурчики. Уже цветут. Первые, значит, 2-3 завязи я убрала. Я где-то 2, где-то 3. И оставила уже огурчики. Вот такие малыши-крепыши нарастают. Вот нижние листья я убрала. Вот, видите, 2 пазухи ослепила. И один оставила. Там вообще малыш. Ну, нужно мне потихоньку уже, конечно, салат убирать, чтобы света побольше доставалось огурчикам. Огурцы маленькие, потому что я их высаживала еще в мае, в 20-х числах, перед отъездом. И вот они все, холода, все, пробыли здесь в грядках, в теплице. Теплица неотапливаемая. Конечно, уже натянула веревки, подвязала огурчики. Вот. Теплица закрыта с фонбунтом. Это номер 17. Я всегда закрываю и обязательно закрываю, тоже, видите, прямо в один слой тоненький, закрываю дверь. Дверь у меня купейного типа открывается вот в эту сторону и прикрываю. Во-первых, свет немножко отражает тоньше степлица стеклянная, стопроцентная, проникает в солнечный свет, чтобы не горели растения. Затем, чтобы воробьи не бились об стены степлицы, потому что она стеклянная, они не видят ее. И чтобы еще и сюда не залетали всякие насекомые и также, чтобы не залетали воробьи. Ну и, в принципе, чужие кошки не заходят, когда вот здесь вот, видите, так они болтыхаются, они сюда не проходят. Мои коты заходят, а чужие, как правило, здесь не обитают. Вот так выглядит теплица. Так что делаю? Сейчас жарковато стало у нас в Московской области. Я поливаю, наверное, раза два, нет, раза в два дня, вот так примерно, потому что жарко. Зеленым удобрением я уже не кормлю, подкармливала, вот это уже новая бутылка, одну извела, это жидкий конский навоз, кормлю и перцы, и огурцы, но в каждой, это перцы, допустим, раз в неделю, но также кормлю гуматом калия перцы раз в неделю, получается, один полив, допустим, такой, полив другой, и просто водой. Огурцы в каждый полив я добавляю конский жидкий навоз, каждый полив. Если не конский, то чередую гумат калия. Это огурцы, потому что они любят поесть, и чтобы побыстрее нарастали, сняли свой стресс от холодов, но я думала, они вообще погибнут, но ничего, видите, прям живые-живые. Здесь у меня три чеплашки, это уже посеянь, горошек, рассада, я горошек всегда рассадой высаживаю, потому что когда начинаю просто семенами сажать, на утро встаю, и горошек у меня весь вытащен из земли, потому что, не знаю, птица как будто все видит, что я делаю, и потом вытаскивают семена горошка. Это уже проверено, поэтому я выращиваю рассадой каждый год, и тогда все нормально, рассаду они не вытаскивают. здесь посеяла три-четыре кустика фасоли спаржевой, стручковой. Это такая густовая, мне достаточно будет, чтобы уже потом не думать, куда раздавать. Это я высевала уже по приезду, это цукини, здесь кабачки, два вот только пока не взошло, а эти вот пять штук взошло, потому что я их перед отъездом тоже высадила все в открытый грунт, никто ничего не накрывал, конечно, у меня замерзла вся рассада кабачков, тыквы, и я вот пересевала, тыкву не пересевала, а кабачки пересеяла. Так что я в этом году без тыквы. Вот так выглядит теплица. Форточка на ночь, вот эта оконная всегда открыта, это форточки, две штуки, они автоматически открываются, закрываются сами, я вот эту механическую я не закрываю, но теплицу огуречную я дверь закрываю на ночь. Как бы ни странно, но днем у нас жарко, а ночь у нас холодная, поэтому дверь купейную я закрываю. дверь, так, здесь я потом уже это на другое видео приготовила, это саженцы, лиственницы, буду высаживать на арку, тоже зелень, шпинат, так, здесь у меня уголок, где растут растения контейнерные, острые перцы, смотрите, какие красавчики, это мини-мини, это вот такие перчиночки, вот она, перчинка, не растут вверх, прям малыши, это вот тоже острый карликовый цветут вовсю, тоже замульчировано скошенной травой, здесь все, поливаю, поливать, ну, тоже, наверное, раз в два дня, в зависимости от погоды, и если идет дождь, дожди, конечно, не поливаю, это баклажаны, они высажены в 35-литровые по два штуки, это гибрид Валентина, эти контейнеры, по-моему, по 16 литров, тоже по два штуки перцы высажены, баклажаны уже цветут, вот они тоже, кто не цветет, то на бутонах, скошенной травой тоже замульчировано, но все на бутончиках, у меня 4 контейнера, и этого вполне достаточно, вот видите, они все все на завязях, все на цветах, точно так же поливаю, как и перечную теплицу, перечную, огуречную, это томаты, 3 штуки, тоже в контейнерах высажены, по-моему, они под 35-литров, замульчированы, скошены травой, я здесь уже подставила палочку, это низкорослые сорта, среднерослые, да, можно сказать, это гибриды, кен и галина, галина 2 куста и кена 1, все тоже на цветах, здесь уже помидоры и помидорки есть, вынесла все на улицу, смотрите, какие кисти, это новинки, гибриды, поэтому я их не пробовала, вот они у меня стоят все, знаете, где, сейчас я вам покажу, вот они, две теплицы и все я поставила между теплицами, здесь у меня черенки, это для другого видео я вам тоже покажу, так, а это теплица стеклянная тоже, томатная, здесь я выращиваю только высокорослые томаты, в этом году есть и гибриды, и сорта, но сорта в приоритете в любом случае, томаты я высевала в два срока, это 8 и 12 марта, вынесла рассаду в теплицу я 10 апреля, а высаживала уже на грядке 3 мая, уличные томаты я высевала 6 марта, тоже закрыто укрытым материалом, тоненьким, форточки, две механические с этого торца и с этого открыты, сейчас всегда, здесь три автоматических окна, они открываются, закрываются сами, и дверь тоже купейного типа, я на ночь сейчас не закрываю, то есть две форточки и механических и дверь у меня открыты и днем и ночью, вот так, для томатов это хорошо, они прохладу не так боятся, как вот огурцы и перцы, ну что, выглядит все хорошо, здесь три грядки, проходы у меня замульчированы хвойным опадом, сами грядки замульчированы, это солома, каждый год я мульчирую, мне это нравится, ну мульча обязательно, но солома я только томаты сейчас мульчирую, как видите, я их уже подвязала все, томаты, каждый, каждый куст уже цветет, на многих я уже посмотрела, на большей части уже есть даже томатики, вот они, красавчики, вот, и я их сейчас что делаю, поливаю, тоже добавляю конский навоз в полив и гумат калия, конский полив я скоро вообще прекращу им поливать, конским навозом жидким, вот еще, может быть, сегодня разок пролью и все, остальное буду поливать гуматом калия, когда уже будет наливаться плоды, смотрите, эти кусты какие мощные, тут по сорту так, очень крупные такие, тоже цветут, отлично, кисточки, так, значит, полив у меня и я формирую, то есть я каждый день захожу, снимаю пасынки, вроде бы, вчера заходила, позавчера, да, все пасынки оборвала, вчера зашла, смотрю, опять пасынки, и то ли они вырастают так быстро, то ли что, вот смотрите, видите, уже какие помидорчики, практически на каждом кусту, вот такие томатики, малюсенькие, затем формировка, что это я веду, сразу выделяю, в два или в три стебля будет идти, вот здесь я уже вывела, видите, раз, два, вот второй стебель, и его оставляю, второй стебель, как правило, под первой цветочной кистью, и дальше наматываю на веревочку каждый стебелек, и веду, вот этот второй я еще не подвязала, вот этот уже подвязан, дальше убираю, конечно же, пасынки, дальше, вот допустим, убираю вот такие, тоже, если вот кисть образовалась, и с кистью идет также и лист, видите, вот кисть, кисть, вот она, и лист растет тут же, вот такие вещи я убираю, чтобы кисть росла одна, без листьев, веду в два или в три стебля, все зависит, знаете, есть сорта, которые я уже здесь знаю, мои любимчики, я уже знаю, что они там в два хорошо, или там в три еще лучше, а есть вот новинки, они, знаете, как-то сами есть, разделяются, я уже ничего не делаю, вот допустим, смотрите, вот, томат разделился на три стебля сам, я их не выводила, они здесь сами как-то образовались, вот, и причем так быстро выросли, и я уже их не трогаю, вот, вот этот томат я буду вести в три, то есть в два, в три стебли я веду томаты, томаты, в один, конечно, никогда, это потеря урожая, но в два, три, это точно, у меня был даже как-то сорт томата, я его ввела в шесть, лей, вот этих, и он хорошо держал урожай, но это был не крупный томат, такой был, столов, коктейльного типа, и все хорошо было, урожай замечательный был, вот, в принципе, вся томатная теплица, в этом году, такой жары прям нет, ну, пока, да, завязываются томаты, потому что в прошлом году, если бы стояла уже, жара невыносимая в теплице, наверное, было все 60 градусов, то пыльца становилась стерильной, и в прошлом году, очень много кисти, были пустые, очень много кистей, и допустим, в прошлом году, первые две кисти завязались, и третья, четвертая, пятая, уже они были пустые, пока не, не упала жара, и дальше уже только, к потолку начали опять завязываться, томаты, ну, в этом году, не знаю, посмотрим, вот так выглядит, томатная теплица, все хорошо, а здесь у меня в остатках же остался томат, один, я даже не знаю, какой сорт, вот высадила его сюда, жалко выбросить, представьте, можно было бы убрать, и сюда что-то посадить, такое нужное, тот же горошек, нет, вот надо было мне оставить томат, и вот теперь он растет здесь, и три куста перца сладкого, тоже, не знала, куда деть, вот выбросить жалко, видите, он уже с перчинками, и я пожалела, и высадила их сюда тоже, возле теплицы, вот этот маленький, вот этот сорт называется горос, я его запомнила, потому что и все пачки, и всего пакетика, у меня только он один, поэтому его тоже нужно было высадить, вот коронный цветочек, сразу убираем, вот, еще хочу вам показать один томат, я его выращиваю вот в этом горшке, он наверное на 10 литров, и обратите внимание на высоту растения, здесь будет наверное метр восемьдесят, даже чуть больше, сорт называется балконное чудо, семена были профессиональные, в пакетике всего лишь пять штучек, взошло у меня два семя, вот это самое первое растение, которое взошло, вот такой пересорт, смотрите, помидорки завязывают, я его честно сказать, хотела выбросить здесь тоже, потому что он начал, кисть завязывать, наверное над пятнадцатым листом, только не меньше, вот, но жалко мне стало, в общем, он у меня здесь так и растет, я его еле вдвоем вытаскивали с мансарды, потому что такую лошадь спустить, это нужно постараться, и вот здесь у меня на веранде он стоит, вот такой пересорт, профсемена, схожесть была отвратительная, второй синиц я так и выкинула, он маленький был, и вот этот первый пересорт, не знаю, дождусь или нет красных плодов, но стоит, и вот, это видео я хочу закончить, на фоне такой красивой картинки, это сирень, сорт называется Sweetheart, практически отцветает, знаете, я посмотрела статистику, по каналу, и многие меня смотрят без подписки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, мне будет это очень приятно, но я желаю вам всего самого хорошего, и всем пока!